Футбольное поле было поделено на две части. С одной стороны юноша 2000-2001 годов рождения, с другой 2002-2003. Наша младшая футбольная команда «Спартак» уже в первом тайме проигрывала коллективу из «Гусь-Хрустального» со счетом 3-1. Шанс отыграться во второй половине был, но очень несущественный. Грань имела неоспоримое игровое преимущество и победила со счетом 6-3. Нелучшим образом в первом тайме обстояли дела и у муромской команды «Кристалл». Их соперник, тоже грань из города «Гусь-Хрустальный» в соответствующего возраста, по прошествии 30 минут борьбы сумела открыть счет. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом грани. В перерыве тренер «Кристалла» Валерий Казаков призывал команду к функциональной и комбинационной игре. Сделал тактическую замену, выпустив с первых минут крайнего нападающего Григория Гришакова. Так, не левая, зона левая у меня свободная. Гриша, Гриша, со старта ты. Не в оба, Гриша, идите. Ребята высокенькие в оборонке, ножки длинные, обученные, ноги быстрые. Ты, тут у тебя, смотри, бровка, мяч, и тебе некуда, тебе некуда деться. Качни в бровку, а сам в центр поля. В центр поля сам. И сразу длинный пас, диагональ на правой крыльце. А самому замыкать, бежать левую стойку. Тренерские установки сработали. В самом начале второго тайма наши парни сравняли счет. Сделал это Григорий Гришаков, оказавшись расторопнее всех в чужую штрафную. Счет 1-1, казалось, устраивал обе команды. Игра успокоилась. Однако, как это часто бывает в футболе, одна результативная атака приносит одним желанную победу, другим досадное поражение. Так и случилось в этот раз. За минуту до финального свистка вратарь грани допустил грубейшую ошибку. отбил мяч перед собой. Григорий Гришаков вновь удачно сыграл на добивание и забил гол-близнец. Наша команда победила главных соперников команду Грань со счетом 2-1 и заняла первое место в региональном этапе турнира «Кожаный мяч». Турнир «Кожаный мяч» – это уже серьезное соревнование. И Гусь сильная команда, и мы с ними боролись. Но все-таки на последних минутах Григорий Гришаков забил гол, и это все решило. Мы действовали дружно, играли в пас, и вот я считаю, из-за этого мы преодолели соперника. Уже не первую игру Егор Кашин отлично проявляет себя на футбольном поле. Григорий Гришаков и другие мальчишки также демонстрируют хороший техничный футбол и стремление развиваться. В свое время турнир «Кожаный мяч» стал трамплином для таких футболистов, как Олег Блохин, Олег Романцев, Андрей Шевченко. Будем надеяться, что и кого-то из наших перспективных ребят заметят, и впереди у них сложится блестящее футбольное будущее. Александр Сидоров, Новости 24, Муром.